Известного фотографа Стива Блума и на выставке в Москве, где-то там на Тверском бульваре, по-моему, под открытым небом. И вот меня это так впечатлило, что я захотел сделать так же. В итоге я нашел, что же это за слон, который любит купаться в море, поехал специально в Индию, нашел его, вот, и удалось с ним поплавать, минут сорок. Это домашний слон, раньше там слонов использовали для переправки бревен с острова на остров, и вот это последний был слон из того поколения, который благодаря своей прошлой работе, сейчас он уже на пенсии был, 2013 год, он вот любил купаться в море, плавать, и получилось сделать такие кадры. Сейчас он, к сожалению, уже умер, вот, поэтому повторить это уже сейчас сложно, нужно искать нового слона какого-то. Это опять про влияние человека, которое прямо вот видно, да, на лицо. То есть можно говорить о загрязнении вод, да, о том, что всякие тяжелые металлы, химикаты, все больше и больше в океанах, да, и это влияет на китов, на их здоровье и так далее. Вот, но какие-то визуально видны, да, тоже такое влияние, когда вот крючок торчит, да, рыбацкий изо рта с леской, таких акул очень много. То есть когда мы ныряем с акулами, очень часто мы видим вот акул с такими вот украшениями. Тоже кажется, что здесь она улыбается, на самом деле просто у нее деформирована челюсть. Вот это еще одна такая акула. Когда я показал эту фотографию местным дайверам, они сказали, о, это же Джим, мы его тут все знаем. Это самец, у него гаремость, 20 самок, и вообще он отлично себя чувствует, несмотря на свою травму и живет полноценной акулей жизнью. Белые акулы тоже, то есть до того, как я начал сфотографировать китов, то есть когда ты начинаешь нырять с китами, сфотографировать китов, после этого неинтересно уже ничего. Но когда-то давно меня интересовали акулы, естественно мечтал с большой белой акулой понырять, и удалось это сделать в Мексике. Тогда там это еще можно было, то есть нельзя было, но если очень хочется, то можно. Давайте, вот, да, еще вот это морской котик, который тоже нырял с нами постоянно там. Мы сначала думали, что же он делает, тут же акула его кругом, почему ему не страшно? То есть ладно, нам не страшно, мы-то знаем, что за акулы дайверов не едят, но мы знаем, что акулы едят котиков. Но он вот так вот пристраивался сзади, плыл за акулой, кусал ее периодически за хвост, вот, и вообще чувствовал себя абсолютно спокойно. У него там какие-то шрамы, видимо, он это опытный уже кот. И он знает, он как и мы, знает, как нырять с большими белыми акулами. Это вот ролик моего друга Виталия Сокола, который, с которым я туда ездил. Показайте, как это было. Виталия Сокола Виталия Сокола Девушка пытается сбежать, акид тебя держит, тебя все скрыт. Виталия Сокола в этом самом руке. Продолжаем. Да, я сказал про то, что акулы не едят дайверов. На самом деле, акулы вообще... Ну, это такой миф, что акулы очень страшны для людей. На самом деле, акулы, если нападают на человека, это всегда происходит по ошибке. Или это какая-то провокация человека бывает. Вот здесь больше всего страдают серферы, особенно в Южной Африке. Потому что тень серфера, если снизу посмотреть, очень похожа на добычу акулы постоянную, на морских котиков, на черепаху. Поэтому акулы часто путают. Поэтому мы сделали такой постановочный кадр, положили человека на доску и снимали, как акулы будут им интересоваться. Никто не пострадал. В смысле из акул? С акулой и с туристов тоже. Это синяя акула, да? На нее глядя вообще никогда не скажешь, да? Что это какая-то... Я думаю, это акул. Акулу никто не боится. Опять же, про контакт. Контакт всегда происходит с морскими котиками, с морскими львами, потому что это мега-любопытные животные. Это тюлень, нерпа, пятнистый тюлень, тюльпан. Мы его назвали тюльпан. Вот он жил около нашего лагеря на Камчатке, как раз когда мы с касатками работали. Кто знаком с тюльпаном? Ну, никто не знаком с тюльпаном. Вот он залезал на этот камень. Утром я вылезал из палатки, и там вот на камне практически всегда лежал тюльпан. Во время отлива он на этот камень забирался. Камень торчал на полтора метра где-то из воды. И лежал на этом камне, пока его не смоют приливом. Хорошо, кушал, да? Это видео. Что-то оно запускается. Это видео. Это видео? Да? Это видео? Сейчас назад так далее? В общем, это видео. Так, что-то, вы видите? Тюльпан! 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 Посмотри, мне немного, это бесконечное видео, поэтому продолжим. Морские львы, тоже очень любопытные, любят проверить, помещается ли голова дайвера в его пасте. Вот, ну, ничего страшного в этом нет, потому что они это делают в процессе игры и сильно не прикусывают, даже приятно. Морской лев пришел на рыбный рынок на Галапагосских островах, там вообще люди живут в гармонии с природой абсолютно вместе, вот животные ходят на рынок за рыбой. Абсолютно нормально, он там сидит, терпеливо ждет, когда достанется кусочек ему. Цапля пришла следующая. Пеликаны. Ну вот опять же про контакт, да, можно нырять с китами бесконечно, и часто это просто мимолетные такие встречи, когда ты рядом оказался, киты проплыли, может быть, даже на тебя взглянули и поплыли дальше, да. Но бывают случаи, когда вот, опять же, вот это вот, это тот же день, когда был снят вот тот глаз, это вот те же киты, с которыми мы четыре часа просто обнимались. Мы животных никогда не трогаем, вот, но этот был день, когда животные нас трогали, причем очень активно, и своими плавниками, и носами нас тыкали. Вот, им было безумно любопытно, причем на этот королевство тонко, обычно мы там ныряем с мамами, с детенышами, и детеныши, они вот очень любопытные, как все дети, он только родился, может быть, две недели назад, и вот он постоянно, он увидел человека, непонятное существо, вроде дельфин, но какие-то ноги торчат, ласты две. Вот, и вокруг нас там прыгает, резвится, рассматривает, а тут два взрослых самца, которые нами заинтересовались. Вот, это ролик нашего проекта «Вэллоченькраша». Кстати, подходите к нашему стенду, да, там еще и шапки остались, познакомиться с нами поближе, визитки взять, записаться в экспедицию. В прошлом году, да, мы побывали сразу в трех странах, Фиджи, Венуат и Тонго, ну, летели бы, конечно, на Тонго, но остальное… Мне кажется, такой должен пережить как-то. По пути. Потому что это вообще не объяснить, это какой-то космос, и тебе кажется, что ты просто смотришь какой-то фильм, абсолютно нереальный, так не может быть, что живая и дикая природа, она вот так близко тебя подпускает, это очень круто. Это даже не писать словами. Поведение петлов было настолько деликатно, настолько вот, буквально в миллиметре от плеча проходила ласта. Когда мы увидели такое приветствие вот с такого разряда, а потом еще вот так, ты думаешь, ну, это только в фильмах National Geographic и Animal Planets. Я не могла это видеть. Это был совершенно удивительный первый день, полный счастья. Киты просто выскакивали носами, прямо к самой лодке, их можно было потрогать. Просто невероятный интерес к людям просто зашкаливал. Настолько волнительно, что вот даже слова трудно подобрать, когда огромное животное, буквально огромное животное, пробывает от тебя на расстоянии быть крутым. Когда огромное животное машет тебе под водой полный водой. Когда это огромное животное выпадачивается от тебя, чтобы ты учился. И все это на расстоянии. Она меня потрогала. Она меня потрогала. Я хочу искренне просто сказать спасибо команде Well Watching Russia. Они прививают совершенно новое и другое отношение к этому миру, что его нужно ценить, его нужно беречь. Ты реально возвращаешься с каким-то обнуленным сознанием и начинаешь заражаться этим же отношением к природе, к миру, всех своих знакомых, семью, друзей. Для тебя не нужно какого-то оборудования, каких-то навыков. Просто маска, ласты, прыгнул в воду и наслаждаешься общением с этими огромными гигантами. Продолжаем. Так, у нас мало времени. Рассказать еще хочется очень много. Про медведей. Да, мой самый любимый проект, который мы с Настей начали с моей женой на Камчатке в 2015 году. Мы тогда провели три месяца на Камчатке. Половину с проектом «Узычайшим косаток» и половину в Кранатском заповеднике в Южно-Камчатском федеральном заказнике, где наша задача была снять медведя под водой. Мы не знали, как мы это будем делать. Мы вообще ехали на Камчатку в первый раз. Но, естественно, это нужно было делать на Курильском озере, где самое большое нерестилище нерки, вид лосося. И поэтому, собственно, там огромное количество медведей. Вокруг Курильского озера обитает примерно тысяча медведей, и все они там скапливаются в момент нереста. Даже такие ручьи мелководные, там сложно их перейти, не наступив на лосось. Ну и, соответственно, вот такое прямое количество медведей. Вот в этот момент мы насчитали 52 медведя в радиусе 20 метров вокруг нас примерно. На нас они не обращали никакого внимания, они были заняты своим делом, ловили рыбу. Вот это кадр с кордона заповедника, на котором мы жили. То есть он окружен электрозабором, видите, да. Но даже в туалет, когда идешь, чтобы ночью нужно смотреть по сторонам, потому что медведи этот забор часто не замечают и спокойно гуляют по территории. Инспектор рассказывал один раз, что вот он пошел в туалет. Говорит, хорошо, что я фонариком вниз посветил дырку, потому что там сидел медведь. Это мост, на этом мосту биологи изучают лосось, вот. А медведи, соответственно, тоже изучают лосось, и они любят этот мост использовать для рыбалки. Любят заходить в гости, он там в домик биологов. Так они ловят рыбу обычно. Биологи очень не любят, да, что медведи используют их мост, поэтому их оттуда активно прогоняют. Поэтому там такие происходят постоянно. Это боевые действия. Мы на всякий случай сделали клетку, потому что я сказал, что мы не знали, как мы снимем медведя под водой. Решили, что все-таки медведь опаснее акулы, и тут нам клетка пригодится, в отличие от больших белых акул. И вот наш отпуск начался вот так вот. Мы жили у водоема, практически на море, в клетке две недели. Получился такой зоопарк наоборот. Быстро слух прошел об этом среди медведей на Кулильском озере, и медведицы стали приводить своих детей, смотреть на человека в клетке. Медвежата только родились в этом году, видите, и им, конечно, интересно, они человека еще ни разу не видели, наверное. Медведи нам абсолютно доверяли, не обращали нас никакого внимания. Медведица могла в трех метрах от клетки лечь, начать кормить молоком малышей. Постоянно спали, чуть ли не облокотившуюся нашу клетку. Вот этот кадр уже 2018 года. Видите, отпуск у нас не отличается разнообразием. Это любопытный медвежонок постарше. Нюхает мой фотоаппарат в этот момент. Слышно только пист комарика было. Ну, еще несколько кадров из клетки. Это йога-медведь. Каждый утро приходил зарядку делать с видом на озеро. Вот эти медведи нам не доверяли. Мы их называли шпана. У всех медведей разный характер. Кто-то ловит рыбу, ныряет за ней, кто-то подстерегает ее. Эти ждали, когда кто-нибудь поймает рыбу, и отнимали. На Курильском озере не редкость, когда у медведей 4 медвежонка, бывает даже 5. Это связано с тем, что большая концентрация медведей и обилие корма. Вот этот медведь пришел знакомиться с нашей фототехникой, и мы решили, что мы его и будем снимать под водой. Тем более, мы заметили, что он... Вот он подле рыбы ловит сразу, чтобы два раза не бегать в озеро. Тем более, мы заметили, что он ловит рыбу часто как раз вот около этого моста. Вот он ловит совершенно по-другому, не так, как другие медведи. Он садится на попу вот на мелководье, пускает голову под воду, додерживает дыхание. И ждет, пока рыба к нему близко подойдет, и потом вот ее хватает. Мы переставили клетку в реку, туда залез, было очень холодно, теперь его ждал. Медведь ходил вокруг да около, но слишком близко не подходило. На фишай надо упор снимать. Вот, поэтому мы сделали такую селфи-палку. Да, кстати, у меня два календаря с медведями остались, поэтому за самые интересные вопросы в конце кому-нибудь подарю. Спасибо за просмотр!